Сегодня дедушка позвал ребят на прогулку по реке. Ой, как здорово, дедушка! Да, и мне тоже очень нравится. Море всем нравится, поэтому я и люблю плавать. Когда я вырасту, я обязательно стану капитаном корабля. Да, да, и я тоже, и я тоже буду капитаном, или помощником, или помощником корабля буду. У-у-у, как здорово! Хо-хо-хо-хо-хо, конечно! Наступил новый день, и ребята играли на улице. Держи, ой, держи! Хо-хо-хо, поймал, поймал, теперь ты держи! Что-то мне очень весело играть. Вот вчера на прогулке было так весело, я была капитаном. Да, мне тоже очень понравилось. Но мячиком играть тоже хорошо. Давай будем играть. Эх, ну давай. Хо-хо-хо, привет, ребята! Ух ты, ух ты, дедушка приехал! Ура, ура! О, кажется, у нас гости. Хо-хо-хо-хо, да, я решил заехать к вам. О, это очень хорошо. Ребятам вчера очень понравилось проводить время с дедушкой. Ха-ха, да, дедушка, ура, давай будем вместе играть в мячик. Ха-ха, у меня есть лучшие предложения. Лучшие предложения? Хм, интересно, какое? Да, да, что же мы будем делать, дедушка? Идемте к озеру, и я вам все покажу. Ура, ура, мы идем к озеру. Ну, пошли к озеру. Как же здорово, я тоже очень хочу пойти к озеру и посмотреть, что же там. Ну вот, мы и пришли. Дедушка, это же не озеро, это же пруд, пруд с утками. Озеро, пруд, какая разница? Все равно вода. Ха-ха, да-да, я тоже так говорю, какая разница? А где же сюрприз, где же сюрприз? Ха-ха, как где, видите, утки плавают. Утки это сюрприз? Ха-ха, утки, утки, я уже давно не видела на суток. Разве вам не нравится? Ну, нравится, конечно. Надо было взять хлебушка и покормить их. Ха-ха, папе очень нравится. Какие они смешные и как интересно плавают. Ну ладно, это не весь сюрприз. У меня есть еще кое-что. И дедушка достал красивый большой кораблик. Ух ты, какой кораблик огромный, здорово. Ху-ху, я капитан, я капитан. Как здорово. Нет, я капитан, я, я тоже хочу. Ребята, погодите, вдвое вы не поместитесь. Он может перевернуться. Давайте по очереди. Ху-ху, как здорово. А когда же моя очередь будет? Я тоже очень хочу на кораблик. Папа-свин, с тобой он точно перевернется. И папа будет весь мокрый и в болоте. Ну как, ребята, вам понравился мой сюрприз? Вы же хотели вчера быть капитанами. Да, спасибо, дедушка, нам очень понравилось. И динозаврику, и динозаврику понравилось. У-у-у, у меня свой огромный корабль. У-у-у, теперь я, теперь я хочу, теперь моя очередь. Ну хорошо, ты, а потом опять я. У-у-у, теперь я, капитан. Здорово, какой хороший сюрприз. Уточки, смотрите, какой у меня корабль большой. У-у-у, а потом я, а потом я. Хорошо. У-у-у, как же здорово. У-у-у. Ребята, плавали так весь день. И каждый был капитаном, по чуть-чуть. Сегодня мама-овечка по дороге домой увидела новый бассейн. Мамочка, мамочка, смотри, я уже переоделась в купальник. Я очень хочу пойти в бассейн. Можно я пойду к своим друзьям и мы вместе сходим? Можно? Ну хорошо, Сьюзи. Только смотрите, долго не будьте. И держитесь все вместе, чтобы никто не потерялся. Хорошо, мамочка, я побежала. Пока. Пока, Сьюзи. Сьюзи прибежала к домику Кэнди. Кэнди, Кэнди, выходи скорее. О, Сьюзи, привет, а почему ты в купальнике? Кэнди, мама по дороге домой увидела новый бассейн. Говорит, там очень интересно. Переодевайся в купальник и пойдем в новый бассейн. Ух ты, новый бассейн? Хорошо, погоди минуточку. Кэнди переоделась в купальник. Ну все, я готова, можем идти. Да, давай еще зайдем к Пэнди и Джорджу. Давай, побежали. Пошли. Пэпо, Пэпо, выходите. Джордж. Ой, Сьюзи, Кэнди, привет. Заходите, будем играть. Ой, почему вы в купальниках? Пэпо, мама по дороге увидела новый бассейн. И теперь мы идем туда. Там будет очень весело. Пошли вместе с нами. Ух, новый бассейн? Здорово. Погодите, сейчас мы переоденемся и пойдем вместе с купальниками. Ну все, можем идти. Хорошо, пошли. Пэпо, Пэпо, я тоже вместе с вами пойду в бассейн. Я тоже, я тоже переоделся. Ну хорошо, Джордж, только смотри, не потеряйся. И не потеряйся. Я буду смотреть за вами, буду идти вместе с вами. Ну хорошо, тогда пошли. Ух, здорово. Идем. Ребята пришли в бассейн. Ой, здорово. Как же ты весела. Сьюзи, смотри. Смотри, сейчас мы будем купаться. Как здесь весело будет. Да, Пэпо, скорее лезь в воду. Я уже очень не хочу купаться. Пэпо и Сьюзи залезли на надувной круг. Ух ты, как весело. Сьюзи, смотри, как здорово. Да, Пэпо, это очень классный бассейн. Ой, Сьюзи, а где же Джордж? А где Кэнди? Джордж, видишь, они нас ищут. Давай спрячемся, будто мы где-то потерялись. Давай, Кэнди. Хи-хи-хи-хи. Джордж, Кэнди, вы где? Джордж, Кэнди. Не прячьтесь, выходите скорее. Ау. Пэпо, я знаю. Нам нужно подняться на вон там огромную горку. И там все будет видно. И мы их найдем. Ой, здорово, Сьюзи, ты придумала. Пошли, пошли. Сьюзи, смотри. Нам, наверное, нужно подниматься вот этой трубой. Да, Пэпо? Скорее, полезли. Повезли. И Пэпо с Сьюзи поднялись на огромную горку. Кэнди, Джордж, вы здесь? Что же вы молчите? Мы испугались, думали, что вы где-то потерялись. Хи-хи. Мы решили поиграть с вами в прятки. Да, мы думали, вы нас не найдете. Хи-хи. Джордж, а как же ты тогда вернулся бы домой, если бы мы тебя не нашли? Ой. Да, действительно. Как же хорошо, что вы нас нашли. Да, хорошо, что нашли. И хорошо, что мы все на огромной горке. И теперь мы все можем спускаться. Да, давайте, давайте. Я поеду первая. Ой, Джордж, не падай. И... Ю-у-у. Здорово. Как весело. Теперь я еду. У-у-у. Джордж, давай теперь ты. Хорошо, теперь Джордж поедет. Ю-у-у. И Пэпо. У-у, здорово. Ха-ха-ха. Как весело. Да, давайте еще. Поехали. Ю-у-у. Привет. Ю-у-у. Ха-ха. Как весело. И я, и я, и я. У-у-у. А теперь Пэпо. У-у-у. Здорово. Ребята все пошли кататься на надувном круге. Как весело. У-у-у. Да, как же здорово, что у нас есть такой замечательный бассейн. Да. У-у-у. Как же здорово, что Пэпо и Сьюзи нас нашли. И мы не остались здесь. На ночь. У-у-у. Ведь здесь, наверное, и страшно. Конечно, Джордж. Больше так не делайте. Да, мы что-то не подумали. Больше прятаться не будем. Ведь лучше играть и купаться. Да. И-и-и. Весело очень. У-у-у. Сегодня в домике свинки Пэппы выходной. Пэппа, Джордж и папа-свин собрались идти гулять на улицу. А мама-свинка остается готовить обед. Пока, мамочка-свинка. Пока, мамочка-свинка. Давай будем делать ему глазки, ротик, носик. Ну, давай, Пэппа. Я взяла с тобой вот такие пуговки. Смотри, какие красивые. Ну вот, такая красота получилась. Да, Джорджу тоже очень нравится. Да, очень красиво. Не хватает еще только носа. Ой, у меня уже закончились пуговки. Да еще уже мы сделаем нос. Джордж сейчас принесет нос. Джордж принесет нос. Я пойду к маме-свинке. Джордж принесет нос. А, Джордж, ты уже пришел? Нет, мы лепим снеговика. Джорджу нужен нос. Нос? Джорджу нужен нос. А, нос для снеговика. Вот, держи. Ох, какой огромный нос. Джордж понес нос. Нос снеговиков. Вот, Джордж принес огромный нос. Ой, молодец, Джордж! Папочка-свин, папочка-свин, ты же съел нос! Ой, я не хотел, он просто такой красивый, а я так захотел кушать на улице. Теперь наш снеговик останется без носа. Ничего, Джордж принесет нос, Джордж принесет нос. О, Джордж, ну как, наслепили снеговик? Нос подошел? Нет. Джордж нужен нос. Как нос? Папа-свинь скушал. Джордж нужен нос для снеговика. А, ну понятно. Ну вот, держи, морковку. Хи-хи, отличный нос, Джордж принесет нос. Джордж принес нос, морковка. О, молодец, Джордж. Джордж, не ешь нос? Ой, я нечаянно, я просто очень проголодался, я бегал туда-сюда, туда-обратно. Вот я и съел. Ничего, я сейчас еще принесу. Джордж, дай ты одно. О, Джордж, ну как, нос подошел? Нет нос, Джордж скушал нос. Ой, а что же тебе дать? Уже нос. Ну вот, можешь взять яблоко. Потом мне нужен к обеду. Хи-хи, спасибо, мамочка. Джордж принесет нос. Вот, я принес. Мама Светка отдала последнее. Больше ничего нет. Яблоко? Хм, ну ничего, сейчас что-то придумаем. Мам-мам-мам-мам-мам. Или не придумаем. Ой, извините. Это я съела яблоко. Я не знаю, оно было такое вкусное и красивое и красненькое. Мне так захотелось его скушать. Теперь снеговик будет без носа. Хо-хо. Ничего страшного. У меня есть отличное дело. Не зря я столько лет копил все в гараже. Я думаю, там обязательно что-то должно найтись. Надеюсь, папа свинь что-нибудь найдет. Конечно, Джордж найдет. Ты же видел, там в гараже столько всего. Столько мусора разного. Хо-хо-хо. Ну вот, я вернулся. И не с пустыми руками. Вот какой нос я ношу. Ух ты, здорово, папочка ты. Отличный нос. Но это еще не все. Наш снеговик теперь в шапке. Ура, какой же он красивый теперь. И еще я нашел для него руки. Ура, смотри, Джордж, как красиво. Да, снеговик очень красивый. А теперь побежали обедать. Я думаю, мама свинка уже все приготовила. Побежали, побежали. Да, побежали. Джордж уже хочет кушать. Ребята вернулись в прогулки и сели за стол кушать. Ну как у вас получился снеговик? Хо-хо-хо. Конечно, мама свинка получился. Смешной, наверное, с яблочным носом. Он не с яблочным носом. Она была такая красивая, красненькая. Я его съела. Хорошо, что у папы свина в гараже много всяких деталей. Ну тогда скорее кушаем, пока еда не остыла. А потом обязательно пойдем. И я посмотрю на вашего снеговика. Да, папа. Сегодня был морозный и солнечный день. Пепа с Джорджем сидели, смотрели телевизор. А мама свинка была на кухне. Мамочка, а где же папа свин? Пепа, папа свин ищет гирлянды в гараже. Гирлянды? Здорово. Смотрите, что я нашел в гараже. Что это? Папочка гирлянда? Нет, Пепа, не гирлянда. А что же это? Ух ты, это же мои старые коньки. Я совсем забыла о них. Да, мама свинка. И они очень хорошо сохранились. Смотри, совсем как новые. Ой, папа свин, как здорово, что ты их нашел. Мамочка, мамочка, а ты что, умеешь кататься на коньках? Да, Пепа, раньше я очень хорошо каталась на коньках. Ух ты, здорово. Папа свин, а ты тоже умеешь? Да, Пепа, но только когда за кого-то держусь и без коньков. Ха-ха-ха, как же это? Ой, это очень интересно. Мамочка, а ты покажешь, как ты катаешься? Я тоже хочу научиться. Ой, Пепа, я даже не знаю. А давайте сможем сегодня съездить на каток, и мама свинка нам покажет. Да, 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 поехали. Ой, папа свин, ну, давайте. Здорово, здорово, Джордж, собирайся. Хорошо, сейчас. Ну вот, вся семья собралась и готовы ехать на каток. Ну, ребята, готовы, да, папочка? Ну, поехали. Ну вот, мы и приехали. Ух ты, какой красивый каток, здорово. Ну, выходите из машины. Хорошо, выходим. Ну, мама свинка, ты готова нас удивить? Ой, папа свин, я даже не знаю, я столько лет уже не каталась. Да, ничего, у тебя все получится. Надеюсь. Минуточку, я одену коньки. Ну вот, мама свинка одела коньки и пошла на лед. Ну, ребята, сейчас я попробую. О, мама свинка, у тебя отлично получается. Да, как здорово, я еще не забыла, как кататься на коньках. Мамочка свинка, как же ты здорово катаешься. Да, папа, это очень интересно. Ну, мама свинка, ты катаешься лучше всех. Да, мамочка. Ну, папа свин, а теперь ты покажи, как ты умеешь кататься. О, Пепа, это будет интересно. Так, я думаю, и так, как я, вы тоже сможете прокатиться. Ну, поехали. Ой, 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 ой. Ой, ой, мама свинка, держи меня. Ой, папа свин. Ну, вот так я умею кататься. Да, папа свин. Ну, ребята, а теперь давайте вы попробуйте. Хорошо, папочка. Сейчас. Джордж встал на лед. И поехали. Ой, ой, ой. Джордж, ты же упал. Ничего, Джордж еще прокатится. Ой. А я вот не упаду. Ну, давай попробуй. И-и-и-и. Ой, как скользко. И-и-и-и. Ой, что-то я совсем не могу устоять. Ой, ой, ой. Ну, что же такое? Ой, 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 я не могу совсем устоять. Вот видишь, Пеппа, здесь очень скользко. Да, папочка свинка. Но когда-то я вырасту и буду кататься так же красиво, как мама свинка. О, Пеппа, обязательно. Может, у тебя это получится лучше, чем у меня. О, ну, давай. Будем еще пробовать. Езжай, мама. О, все, ребята, попадали на лед. Ставь лайки и подписывайся на мой канал. Впереди еще много веселых историй. Выбери следующее видео. Или нажимай на солнышко, чтобы посмотреть все выпуски. Сегодня был дождливый пасмурный день. Пеппа, Джош, нам с папой и свином нужно срочно поехать по делам. А вы с Джошем оставайтесь дома. На улице очень сильный ветер. Хорошо, мамочка, папочка, не переживайте. Нам с Джошем будет весело вдвоем. Мы будем играть. Ну и отлично. Мама, свинка, скорее поехали. Нужно спешить. Бежим. Джордж, мы остались от них дома. Теперь можно делать все, что захочешь. Можно прыгать по кровати, бегать, догонялки. Ура, ура. Да, здорово. Пеппа, давай пойдем играть. Давай. Я только пойду и возьму себе вкусный кусочек торта. Давай, Джордж. Джордж пошел к холодильнику. Ой, что это за странные звуки? Как страшно. Ой, я так же боится. Я побежала прохлад к Пепе. А-а-а, Пеппа. Пеппа, скорее прячемся. Джордж, что случилось? Там на кухне какие-то очень страшные звуки. Пеппа, скорее прячемся. Джордж, там нет ничего страшного. Тебе просто что-то показалось. Идем. И Пеппа с Джорджем пошли на кухню. Ну вот, видишь, на кухне же спокойно. Никаких звуков нет. Это, наверное, твой животик урчал. Ты же пошел за тортиком. А-а-а, может и быть. Да, Джордж пошел за тортиком, вкусняшком, ням-ням. Ну вот, как хорошо, что я пошла вместе с тобой. Давай покушаем и пойдем играть. На улице сильный ветер, и ветки деревьев царапают окошко. А-а-а-ай, прячемся, Пеппа. Вот опять эти страшные звуки. Ой-ой, что же это такое? Это не твой животик и не мой. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. А-а-а, как страшно. Ой, как страшно, Джордж. Что это такое? Э, Пеппа, Джордж боится. У-у-у-у-у-у. А-а-а, скорее бы мамочка с папой свином приехали. Мама свинка и папа-свин уже купили продукт и возвращаются домой. Ну вот, наконец-то мы приехали Да, я уже весь промерз На улице так холодно сегодня, скорее пошли в дом Пеппа, Джордж, мы уже дома, вы где? Папа свин, что-то я не могу их найти Пошли в кухню посмотрим Пошли И в кухне их нет Пеппа, Джордж, вы где? Мамочка приехала, мамочка Ой, мамочка, папочка, ура Мамочка, здесь очень страшно Да, здесь какие-то очень страшные звуки Звуки? Какие еще звуки? Хо-хо-хо Вам, наверное, что-то показалось Папа свин, Пеппа, Джордж Не бойтесь, это же просто ветер за окном шумит Ветер? А, ну конечно, я так и подумал Я просто хотел поиграть с Пеппой и Джорджем Ветер? Мамочка, ну там же кто-то в окно к нам скребется Пеппа, это же просто дерево От сильного ветра его колышет Вот и ветки скребут в окно Дерево? Пеппа с Джорджем залезли на стол, чтобы посмотреть Ой, действительно, Джордж, смотри Это же всего лишь дерево А мы так испугались Да, Джордж очень испугался Мы весь день просидели под столом И так боялись Хо-хо-хо, ну ничего страшного Теперь вы знаете, что это ветер И уже не будете бояться Да, мамочка, теперь мы ничего не будем бояться Да Девочка Даша в своей комнатке поливала вазончик Да вот, теперь ты вырастешь красивый и большой Спасибо тебе, Даша Не за что, а я пока пойду покатаюсь на своей качельке У-у-у-у Ох, как здорово Ти-ии Какая у меня замечательная качель Би, 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 спасите меня, Би Хм, странно Мне послышалось, будто кто-то кричит и зовет на помощь Наверное, действительно просто послышалась Би, Би, помогите, спасите Би Хе-хе-хе, спасите, помогите! Нет, наверное, все-таки не послушалась. Нужно пойти и проверить, кто-то там пищит. Даша вышла на улицу и увидела маленького Бельчонка. Привет, Бельчонок, это ты кричал? Да, ты ее пищал, спасите, помогите! Что случилось? Мой братишка, он увидел орех у вас на дереве и полез за орехом. Я ему говорил, не лезь, а он меня не послушался, и теперь он там застрял. Вон он сидит! Ой, я сейчас упаду, спасите, помогите! Ого, как же он туда залез? Ну вот, видите, он очень любит орехи, и когда увидел, он меня уже не слушал. А теперь он не может слезть, вдруг он упадет и разобьется. Спасите, помогите! Даже не знаю, сейчас я попробую к нему залезть. Фу, ну вот, я уже немного поднялась, попробую еще вылезти. Ну вот, куда я поднялась, но дальше у меня никак не получается. А, не могу достать! Хи-хи-хи, что же теперь делать? Хи-хи-хи! Ой, я боюсь упасть! Ой, как высоко! Ой, спасите, помогите! Не переживайте, сейчас мы что-то придумаем, и спасем твоего братика. Но мне нужна помощь, и я одна не справлюсь. Хи-хи-хи, а кто же нам поможет? Я очень боюсь высоты, я еще маленький. Пошли к моей подруге Маше, она нам обязательно поможет. Пошли, пошли! И Даша с маленьким бельчонком пошли к ее подруге Маше. Ну вот, мы уже пришли, смотри. Маша нам обязательно поможет. Давай ее позовем. Маша! 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 Хм, странно. Что-то она не слышит. Давай поднимемся и постучим к ней. Маша! Маша, выходи! Хм, странно. Даже это она пропала. Маша! Ой, Даша, привет, извини, я тебя совсем не слышала. Я как раз накрывала на стол. Присаживайся. Ой, а кто это с тобой? Ой, Маша, нам сейчас совсем не до еды. Это мой друг Бельчонок, у него случилось горе. Ой, Бельчонок, бедненький, какое горе, мы тебе обязательно поможем. Ну вот, видишь, я же тебе говорила, Маша нам обязательно поможет. Здорово, здорово! У меня братик вылез за орехом и застрял на дереве, а теперь он не может спуститься. Хи-хи-хи, мы не знаем, как его спасти. Ой, ну что же, нужно срочно помогать Бельчонку. Пошли, скорее. Идем, идем. Скорее, скорее идемте, чтобы он не упал и не разбился. Да, да, пошли, быстрее. Ну вот, ребята пришли к Даше. Ну, где же твой братишка? Вон он, вон сидит на самой верхушке дерева. Ой, лужи пришли. Ну, наконец-то, спасите меня, спасите. Ого, как же он туда забрался? Не знаю. Хи-хи-хи. Не переживай, сейчас мы его спасем. Тебе очень повезло, что я умею хорошо лазить по деревьям. И Маша полезла на дерево. Ну вот, я уже наверху. Маша закинула веревку для Бельчонка. Держись, держись за веревку. Сейчас я тебя буду спускать. Хорошо, хорошо, я держусь. И сейчас я тебя спущу, не переживай. Ой-ой-ой-ой-ой, как страшно. Ой-ой-ой-ой, ну наконец-то. Ура, ура, я уже думала, что я тебя никогда не вижу. Зачем ты полез туда? Ура, спасибо вам, девочки. Не за что, только больше туда не лазьте, а то можете упасть. Хорошо, что вы нас встретили. Да, это очень хорошо. Да, я больше не буду туда лазить. Я просто очень захотел кушать и увидел там орех. И вот, я оказался на верхушке. Но зато у меня теперь есть орех. Хи-хи. Так вы голодные? Ой, а я как раз накрыла на стол. Вот, пошли ко мне и поедим. Ой, спасибо большое. Пойдем, пойдем. Да, пойдем, пойдем. Мы очень любим кушать. Ну, пошли. И ребята все пошли домой к Маше. Мям-мям-мям-мям-мям. Ой, спасибо, очень вкусно. А, не за что, ребята. Заходите еще. Мям-мям-мям-мям-мям-мям-мям. Сегодня принцесса София решила приготовить яблочный пирог. Клевер, клевер. Я хочу приготовить яблочный пирог и пригласить в гости Пепа и Джорджа. Ух ты, яблочный пирог. Здорово. Я очень люблю твои яблочные пироги. Отлично. Ты поможешь мне найти яблоки? Конечно, София. Здорово. Тогда пошли. Пошли. Странно, Клевер. Куда же ты подевались все яблоки? Не знаю, София. Может, их уже кто-то собрал? Хм. Что же делать? Пойдем еще поищем. Может, что-то найдем. Ну, пошли. Смотри, Клевер, опять на этом дереве нет ни одного яблока. Да, София, придется печь пирог без яблок. Без яблок? Нет, Клевер, с яблоками же намного вкуснее. Я придумал, я придумал. Что, Клевер? Давай пойдем к Пепе и Джорджу. Может, они нам помогут найти яблоко, заодно и пригласишь их в гости. О, отличная идея, Клевер. Пошли. Пошли. Ну, вот мы и пришли. Пепа, Джордж, выходите. О, София, Клевер, как же здорово, что вы пришли к нам. Да, Джордж любит, когда вы к нам приходите. Пепа, Джордж, мы хотели попросить вас о помощи. А какой, София? Понимаете, я хотела испечь яблочный пирог и пригласить вас вечером в гости. Ух ты, здорово. Джордж любит пироги. Да, ну понимаете, мы с Клевером искали и не нашли ни одного яблока. Да, яблоков совсем нет. Хм. Ничего, София, мы тебе поможем. Да, Джордж поможет, а потом будет кушать вкусный пирог. Отлично. Ну, пошли. Пошли. Хм. Странно. Куда же это подивались все яблоки? Что же теперь будет? А я так хотела вас угостить вкусным пирогом. Не переживай, София. Мы обязательно найдем яблоки. Пошли дальше. Ребята искали, искали, но яблок так и не нашли. Ой, ребята, смотрите, что это там вдали. Где Клевер? Да вон же прямо, смотрите. Ух ты, карусели. Побежали, побежали, скорее. Клевер. Здорово, какие красивые карусели. Джордж хочет покататься. Хм. Как-то это странно, карусели в лесу. Да, мне тоже кажется, что это очень странно. Почему же это странно? Ой, кто это сказал? Не знаю. Я тоже это слышала. Это я. Кто я? Это я, динозавр. Динозавр? Ух ты, ух ты, это же динозавр. Привет, динозавр. Но ты же карусель, как ты можешь говорить? Я волшебная карусель динозавра. Волшебная карусель? Ух ты, здорово. Да, я волшебная карусель, и меня могут увидеть только те, которым действительно нужна помощь. Вам нужна помощь? Да, нам нужна помощь. Мы ищем яблоки, но их нигде нет. Яблоки? Да, я хочу испечь пирог и позвать свою подругу Пеппу и ее братика Джорджа к себе в гости. О, это очень хорошее дело. Садитесь, я вам помогу. Ух ты, ура, Джордж покатается на динозавре. Ребята сели на карусель. Ну, поехали. Я вас отвезу в волшебное место, где точно есть яблоки. Йиху, как весело. У-у-у. Ну вот, мы и приехали. Спасибо тебе, волшебная карусель. Не за что. Теперь вы можете насобирать яблок и испечь свой вкусный пирог. Ну, пока-пока. Пока. Смотрите, какое красивое яблочное дерево. И сколько здесь яблок. Да, и они все такие красные. О, Кливеру это очень нравится. Да, Джордж тоже, Джордж тоже любит яблоки. Ну, давайте будем собирать. Ребята, насобирали полную корзину яблок. Смотрите, как много яблок мы насобирали. Теперь у меня обязательно получится мой пирог. Ух ты, здорово. Джордж уже хочет поскорее покушать пирог. Спасибо вам, что вы нам помогли. Без вас мы бы не справились. Да, спасибо, ребята. Не за что, София. София испекла пирог и ребята пришли к ней в гости. Ух ты, София, какой красивый пирог у тебя получился. Да, Джордж очень нравится. А вкусный, наверное. И Кливеру, и Кливеру тоже очень нравится. Кливер тоже любит. Все подряд. Я очень рада, что вам нравится. И что у меня есть такие друзья, как вы. Давайте будем кушать. Давай, София. В одном сказочном лесу был волшебный домик гномов. В домике жили гном Дек и гном Тед. Гном Дек готовит обед. Тед, пока я готовлю обед, иди принеси воды на чай. Чуть что, сразу Тек, иди. Тек, принеси. Ну я же готовлю кушать, а ты пока принеси воды. Хм, ну хорошо. Ну вот и отлично. А я пока доготовлю свой супер вкусный суп. Так, нужно проверить рецепт. Это я бросил, это бросил. Все есть, отлично. Еще совсем чуть-чуть, все сварится, и можно будет приступать к обеду. Ой, какой же я голодный уже. Еще немного размешаем. Ммм, мой суп уже почти готов. Какой вкусный запах. Но где же так так долго? Ну вот и все. Накрой пока крышкой, чтобы не остыл. И подожду Теда, куда же он запропастился. О, Тед, наконец-то ты пришел. Обед уже готов. Ты принес воду на чай. Какую воду, ничего я не нашел. Нет там никакой воды, и все высохло. Я больше туда не пойду. Как это нет, Тед? Вода всегда там была. Ты, наверное, плохо искал. Что же делать? Нужно идти с тобой. Ой, пускай пока суп подождет, немножечко остынет. А мы пойдем принесем воды на чай. Тем временем в лесу потерялись две свинки. Они собирали грибы и ягоды и зашли далеко-далеко в лес. Ой, я уже совсем не могу. Я уже так устал. Я уже хочу кушать. Я такой голодный. Да, я тоже устала. Но нам нужно идти дальше. Ммм, какой вкусный запах. Да, да, я тоже чувствую. По-моему, он идет откуда-то оттуда. Ой, смотри, смотри. Там какой-то домик. Пошли туда. Пошли. Ух ты. Какой интересный домик. Я еще такого не видел. Да, я тоже такого не встречала. Интересно, кто же здесь живет? Не знаю. Но пахнет очень вкусно. А я так проколодался. Да, действительно, пахнет очень вкусно. Но как же мы можем кушать, если никого нет дома? Это же некрасиво. Да, это очень некрасиво. Ой, как пахнет вкусно. Ну хорошо, давай немножечко скушаем. И совсем не будет заметно, что мы кушали. Давай, давай. Да, давай, давай. Ой, как вкусно. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Да, очень вкусно. Ням-ням-ням. Ух. Ну вот, я наелся. Да, я тоже. Смотри. Мы же съели все, и здесь ничего не осталось. Ой-ой. Что же теперь будет? Что же теперь делать? Не знаю. Может убежим? Убежим? Это совсем некрасиво. Мы пришли, кому-то в гости Все съели и убежим Нет, давай что-то придумаем Ну давай, а что же мы придумаем А если они сейчас вернутся и увидят нас здесь Смотри, Джордж, вот какой-то рецепт Это, наверное, рецепт этого супа Давай сварим точно такой же Никто ничего не заметит О, здорово, давай, давай Мы как раз насобирали немножечко грибов Ягод и сейчас все сварим И ребята начали варить суп Так, высыпаем все из корзины И теперь будем варить Ну вот, мы уже почти все бросили Единственное, у нас нет последнего ингредиента Я не знаю, что это такое Может поищем что-то в домике Смотри, сколько там всего Может это что-то вот отсюда Вот смотри, что это такое Точно, давай неси сюда, бросай все Бук, Джордж забросил все внутрь Ну вот, теперь у нас почти все готово Ура Хорошо, что мы с тобой придумали приготовить точно такой же суп Да, мы молодцы Вот научимся и дома тоже такой приготовим Ну вот, уже все готово Теперь можем идти Джордж, ты слышишь, там кто-то стучит Срочно прячемся Ребята спрятались наверху Джордж, сиди тихо, чтобы нас не заметили Ну вот, мы и пришли А ты говорил, нет воды Вода всегда есть Давай сейчас поставим чайник И будем кушать Ну вот, все готово Теперь можно садиться кушать Да, я уже так проголодался с этой водой Я уже очень голодный Я первой буду кушать Хорошо, Тед, будешь кушать первой Садись Сейчас я тебе налью своего вкуснейшего супа Ну вот, можешь кушать Ну наконец-то Что случилось, Тед? Ой, Тед, что с тобой? Фу, что это за суп? Ты что, хотел меня отравить? Ты что, Тед? Что тебе не нравится? Попробуй его сам Его невозможно кушать Странно Да, суп не очень Ты специально, ты специально все построил Хотел, чтобы я отравился Тед, ты что, нельзя быть таким злым Я готовил вкусный суп Даже не знаю, что с ним случилось Не ссорьтесь, не ссорьтесь Это все мы, мы не хотели Хм, кто это говорит? Это мы, мы спрятались наверху Сейчас мы спустимся О, как вы сюда попали? Ах, какие вредные Это вы хотели нас отравить Сейчас я вам покажу Тед, не будь таким злым Это же наши гости Давай выслушаем, что у них случилось Гости? Ты же сам слышал Это они все виноваты Да, это мы виноваты Но мы совсем не хотели У нас так случайно получилось Да, у вас живосупчика Такой вкусный запах был И я не мог удержаться Я так хотел кушать Да, мы с моим младшим братиком Гуляли по лесу И искали грибы, ягоды Мы так проголодались И увидели ваш домик А здесь так вкусно пахло И мы хотели совсем чуть-чуть скушать Да, хотели чуть-чуть А скушали все Да, и мы хотели сварить точно такой же супчик Вот мы увидели рецепт И у нас как раз были грибочки и ягоды Не было только одного ингредиента И мы увидели у вас на столе И бросили туда О, хо-хо-хо Ну, теперь все понятно Простите нас, пожалуйста Мы не специальны Ну, конечно же Пришли Испортил ли нам обед Все съели Тед, перестань быть таким злым И у вас все бы получилось Просто вы добавили не тот ингредиент Это было масло для моей лампы Ой, мы не знали Ну, ничего, не переживайте Мне очень приятно, что вам понравился мой суп Сейчас я приготовлю еще Правда? Вы не обиделись? Мы вам поможем Конечно поможете И я вас научу варить точно такой же Ура, ура, здорово Тед, а ты иди принеси воды Ты уже знаешь, где она Что? Не пойду я никуда Ладно, ладно Я возьму с чайника воду И гномик Дек сварил точно такой же вкусный суп Даже еще вкуснее И ребята тоже научились варить такой же суп А потом и научили свою маму-свинку Здорово Так очень интересно Пошли кататься, Пеппа, Джордж Пеппа с Джорджем играли в своей комнате Джордж, мне уже надоело играть Пойдем спустимся вниз к маме-свинке и папе-свину Пошли, Джордж Хорошо, Пеппа, я тоже иду Мамочка, папа, мы уже поиграли Нам уже надоело играться в комнате Давайте еще что-то придумаем О, Пеппа, я знаю, чем нам сегодня заняться Чем, папочка? Мы пойдем спускаться с горки С горки? Ух ты! А на чем мы будем спускаться? На санках? Нет, Пеппа, не на санках А на чем же мы будем спускаться? А вот сейчас все увидите Ой, Пеппа-свин, отлично ты придумал Давайте, дети, скорее одевайтесь И пойдем на улицу Хорошо, мамочка, Джордж, побежали Ну, ребята, все собраны? Да, папочка, мы уже собрались с Джорджем Ух ты, ух ты! Ух ты! Это тарелки, на которых мы будем сижать с горки? Здорово, здорово! Ух ты! Я помещаюсь! Джордж, смотри, какие тарелки! Я буду на розовой, а ты на фиолетовой Джордж будет спускаться на тарелки Джордж! Вот так Пошли, Джордж! Будем с горки спускаться! Ну вот, ребята, мы уже на месте Смотрите, ваши друзья тоже здесь! Ух ты! Джордж, смотри, какая большая горка! О, Пеппа, Джордж, смотрите, как я с горки скатываюсь! Ииии! Здорово! Видели, как я скатился? Здорово, Дэнни! Дэнни, ты знаешь, у меня есть предложение получше Какой я папа-свин? Вот, смотри Можешь брать тарелку и сижать на тарелке На тарелке? Ух ты! Здорово, здорово! Можно я фиолетовые возьму? Конечно, Дэнни, бери! Ура! Я буду сижать на тарелке! Ребекка, смотри! Папа-свин дал мне тарелку Я буду сижать на тарелке! Ииии! Ииии! Здорово! Так очень интересно! Пошли кататься, Пеппа, Джордж! Да, Дэнни, идем! Ой, здравствуйте! Привет, Ребекка! А может, мне тоже тарелку? Конечно, бери! Ух ты! Как здорово, что вы пришли! Пеппа, Джордж, идем! Ребекка, а где же Ричард? Да, где же Ричард? Джордж будет играть с Ричарда! Ричард спустился в сугроб и не хочет теперь выходить! Вон он сидит! Ричард, иди, Джордж пришел! Джордж! Иди ко мне, я здесь! Здесь так весело и мягенько! Ух ты! Джордж идет к Ричарду! Здорово! Смотри, Ричард! У нас одинаковые шапки! Папа спускается с горки вместе с Ребеккой! Давай, Ребекка! Ай, я упала! Ребекка, давай теперь сижай! И-ю-ю! Здорово! Ну, а теперь покатаются взрослые! И-и-и, готовы? Да, папа-свин! Поехали! И-ю-ю! Тух! И мама-свинка! И мама-кошка! У-у-у, здорово! Здорово! Мамочка-папа, вы тоже так хорошо катаетесь? Да, особенно папа-свин! У-у-у, зато и дальше все! Наступил вечер! Ребята, наверное, нам уже пора собираться домой! Как жалко, что вечер наступил так быстро! Нам очень понравилось кататься! Ничего, ребята! Мы еще сюда обязательно придем! Сегодня на улице везде не идет дождь! Папа-свин, мама-свинка, Пеппа и Джордж смотрят телевизор! Ой, мне уже надоело смотреть мультики, Джордж! Пойдем поиграем в комнате! Пошли, Пеппа! Пеппа с Джорджем пошли к себе в комнату и играют игрушками! Давай, Джордж, будем запускать железную дорогу! Давай, Пеппа! А тем временем, мама-свинка и папа-свин сидят смотрят телевизор! Ой, мама-свинка, а какой ливень за окном? Да, папа-свин, льет как из ведра! Хо-хо, хорошо, что у меня сегодня выходной и не нужно ехать на работу таким ливнем! Ну да, это хорошо! Что-то мне уже надоело играть, Джордж, посмотри, там еще идет дождик! Да, Пеппа, дождик еще идет! Ой, что же делать? Пошли спустимся вниз! Пошли! Мамочка-папа, что же делать? Мы уже мультики посмотрели, в игрушки поиграли, а дождь все лед и лед! Да, Пепп, дождик, наверное, будет идти весь день! Ой, а мы хотим на улицу пойти поиграть! А можно мы зонтики возьмем и пойдем? Хм, ну не знаю, не знаю! Ну тогда оденьте дождевики и возьмите зонтики! Хорошо, хорошо! Давай, Джордж, пошли! Ну вот, мамочка, я уже оденусь дождевик! Хорошо, Пеппа, бери свой зонтик! Вот мой оранжевенький! Вот, мамочка, я уже открыла зонт! Смотри, какой красивый, с цветочками! Да, Пеппа очень красивый! Можно мне теперь на улицу идти? Конечно! Я пошла тогда, Джордж, скорее иди! Иду, Пеппа! Джордж! Да, мама! Ну куда же ты идешь? Где же твой дождевик? Ой, я не хочу надевать дождевик! Как это не хочешь? Простутишься и заболеешь! Нет, я не простыжусь! Я хочу без дождевика! Но, Джордж, там холодно! Мне холодно, Джордж не хочет надевать дождевик! Ну, возьми хотя бы зонтик! Хорошо, зонтик я возьму! Пеппа с Джорджем играли на улице под дождем! Ой, Джордж, и совсем не холодно, правда? Ой, да-да-да! Давай побегаем! Давай, Джордж, Джордж, как весело на улице под дождиком! Смотри, какой у меня зонтик! Смотри! У-у-у, ветер! Ой! Сдувает! Нужно сильнее держать! Джордж, идем играть! Ой! Джордж! Ты что, запомнил? Ой, холодно очень! Скорее, иди домой! Быстро! Скорее! Пошли! Пеппа прибежала домой! Мамочка, мама! Что, Пеппа? Джордж чихает! И замерз сильно! Он скорее возвращается домой! Да, он идет уже! Ой! Да-да-да-да-да! Иди! Джордж, ты где? Я здесь! Ой-ой! Вот! Ну что, ты заболел уже? Я так замерз! Что же ты пошел без дождевика? Я же говорила, что промерзнешь! Почему? Ну, скорее, иди ложись в кроватку, а я вызову врача! О, хорошо! Джордж побежал в кроватку! Пеппа, ты тоже иди переодевайся, чтобы не заболела! Сейчас я вам принесу горячего чая и позвоню врачу! Хорошо, мамочка! Сейчас я возьму штуки, поставлю! Вот так! Я побежала! Да, больница, слушаю вас! Миссис Крольчиха, это мама свинка, у нас Джордж заболел! Ой, а что случилось? Как заболел? У него температура? Да вот, пока только чихает! Пошел на улицу и простыл! Приезжайте скорее! Хорошо, мама свинка, сейчас выезжай! Ну вот, папа свинка, я вызвала врача! А ты иди забери машину, чтобы миссис Крольчиха смогла заехать нам во двор! О, конечно, сейчас иду! Папа свинка! Папа свинка! Папа свинка! Ну, Джордж уже простыл и чихает! Возьми дождевик и зонтик, чтобы ты не заболел! Ой, мама свинка, я уже большой и совсем не болею! Ну, я надеюсь, пока пойду, приготовлю чай попить, Джордж! Мама свинка занесла горячий чай, Папа, Джордж! О, как холодно же на улице! А я же говорила, нужно надеть дождевик! Да нет, я не заболею! Ой, это ничего страшного, я так чихну! Ой, хорошо бы! Ну, я пойду, посмотрю телевизор! Ой, что же такое? Наверное, тебе тоже нужно выпить горячего чая! Да, я не откажусь, ну хорошо! Тем временем, уже приехала миссис Крольчиха! Здравствуйте, мама свинка! Ну, где же ваш больной? Ой, здравствуйте, миссис Крольчиха! Как хорошо, что вы так быстро приехали! Вот, он лежит в кровати, я занесла им горячего чая! Хорошо, тогда я пойду, посмотрю! Да, конечно! Здравствуйте, дети! Здравствуйте, миссис Крольчиха! Ну, кто у нас здесь заболел? Пси! Пси! Это я! Я замерз на улице! Джордж, ты что не знаешь, на улице в дождь нужно одевать дождевик! Ой, я думала, что там не холодно! Ну, ничего страшного! Сейчас я выпишу тебе лекарство, и ты завтра уже будешь здоров! Хорошо! Пси! Пси! Пепа, а ты как? Я не чихаю, я была в дождевике! О, папа, молодец! Видишь, Джордж? Да, я уже буду одевать дождевик! Ну, молодец! Ну, тогда я пошла! До свидания, ребята! До свидания! Ну, я посмотрела! Ничего страшного! Я вам выпишу таблетки, завтра все пройдет! Ой, спасибо вам большое! Апчхи! Ой, папа-свин! Вы что, тоже заболели? Да, вот, папа-свин тоже просты! Ой, вы что, тоже не одели дождевик? Ну, я же совсем большой! Это ведь не болезнь! Я так! Апчхи! Наверное, вам, папа-свин, мне придется выписать тоже лекарство! Апчхи! Апчхи! Наступило утро! Пепа, Джордж! Джордж, просыпайтесь! Уже утро! Ой, мамочка, уже утро хорошо! Джордж, ну как ты себя чувствуешь? Ой, все хорошо! Джордж, уже здоров! Ой, отлично! Хорошо, что мисс Крольчиха выписала нам лекарство! Да, сегодня я уже здоров! Сегодня на улице замечательная погода! Ой, здорово, здорово! И можно будет кормить? Конечно, Пепа! Пойдемте! Ну, папа-свин, а ты как себя чувствуешь? О, отлично! Я же говорил, это не простуда! Ну, вот и хорошо, что все здоровы! Вчера везде лил дождик, а сегодня солнышко и... Грязные лужи! И мы все пойдем в них прыгать! Пошли! Пепа прыгает в лужах! И Джордж прыгает в грязных лужах! Джордж любит прыгать в лужах! Да, и Попа-свин прыгает в лужах! И мама-свинка прыгает в грязных лужах! Все прыгают в грязных лужах! Выбери следующее видео! Или нажимай на солнышко, чтобы посмотреть все выпуски! Выбери следующее видео или нажимай на солнышко, чтобы посмотреть все выпуски.